Всем привет! Продолжаем разбирать истории образов, которые находятся в храмах. Я действительно иногда даже не знаю, что там такое нарисовано, что написано. Вот называется там Сретение, допустим, Благовещение. Что это такое? Вот я решил просто для себя тоже каким-то образом уточнить и хочу вам передать. Но сегодня я хотел бы разобрать, точнее рассказать, историю о образе Благовещения Пресвятой Богородицы. Благовещение – это принесение Архангелом Гавриилом Благой Вести Деве Марии о рождении, о воплощении от нее Спасителя. Вот как говорит Евангелист Лука. Он говорит, что был послан Архангелом Гавриилом к Деве, которая была обручена с мужем Иосифом из дома Давидова. Имя Девы – Мария. Так вот, явившись к Марии, Архангел Гавриил сказал ей, благословенно ты между женами, ты обрела благодать у Бога, его зачнешь в очреве и родишь сына, которому дашь имя Иисус. Но, естественно, Мария спросила, а как будет это, когда я мужа не знаю? И Архангел говорил и ответил, и Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемо Святое наречется Сыном Божиим. Ну и тогда Мария сказала, да будет мне послово твоему. И отошел от нее ангел, заканчивает свой рассказ Евгений. То есть Мария узнала, что у нее будет сын, будет сын, надо дать ему имя Иисус. Вот, дополняя Евангелие, прото-евангелие, а вот, как говорит Википедия о прото-евангелии, прото-евангелие обозначает книгу событий жизни Иисуса Христа, произошедших до основных событий четырех канонических Евангелий Нового Завета. Евангелие Иакова повествует о детстве и юности Девы Марии и о событиях во время рождения Христа в пещере. Ну и также в книге описывается гибель отца Иоанна, крестителя Захарии. Вот что такое прото-евангелие. Это евангелие от Иакова. Много интересного узнаешь. Прото-евангелие сообщает, что Мария, которая жила в доме Иосифа, была избрана первосвященником в числе семи дев для изготовления храмовой завесы. Ей было поручено прячь настоящий багрянец и пурпур. Именно за этой священной работой застают ее посланные к ней архангели. Сначала она слышит его голос, а когда она испуганная и потрясенная возвращается в дом, как раз перед ней предстает небесный посланец и произносит те слова, о которых я уже говорил, о благой вести. Конечно, до наших дней дошли образы благовещения очень ранние, домонгольский период. Есть иконы 16 века, ну и так далее, и 12 века. Ну и, конечно, здесь очень простой сюжет в основе. Это архангел Гавриим, который принес весть, и Мария Богородь. Как правило, ничего лишнего там нет, только они вдвоем стоят и Гавриим говорит о благой вести Марии. Я вам покажу те иконы, те образы, которые я нашел в интернете. Рассказывают, что первый раз Мария слышала обращенное к ней ангельское приветствие выйдя из дома для того, чтобы почерпнуть воду из колодца. Событие также, в общем, сделать предметом изображения в живописи, получив название «Благовещение укладезя». Сохранилось в росписях храма Святой Софии в Киеве. В 1502 годом датирована знаменитая роспись «Благовещение укладезя» в Ибрампонтовом монастыре, которую сделал русский художник Дионисий и его сыновья. Надо еще сказать, что «Благовещение» празднуется 25 марта по Ильянскому календарю, и это соответствует 7 апреля по Григорианскому. Официальным календарем на территории Российской Федерации является Григорианский календарь. Для справочки. Ну вот, собственно говоря, и все, что я хотел рассказать о образе в Благовещении Пресвятой Богородице. Вот, все, пока. Всем привет, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok